Лето – любимая детская пора. Игры во дворе и дома дарят не только счастливые моменты, воспоминания, улыбки, громкий смех, но и могут стать причиной детского травматизма. Довольно частой проблемой являются острые отравления детей, как пищей, так и бытовой химией, привлекают яркие наклейки. Такая шалость со стороны детей и халатность со стороны родителей ведут за собой большие, а порой и плачевные последствия. К счастью, в Брестской областной детской больнице детей с острыми отравлениями сегодня не наблюдается. Однако врачи напоминают, что оставлять ребенка одного – опасно. Ежегодно в нашу больницу поступает порядка 150 человек детей с отравлениями. Отравления носят разный характер. Это могут быть отравления, вызванные как грибами, так и бытовой химией. Очень много отравлений непосредственно идет лекарственными средствами, которые родители оставляют в недодлежащем месте. Портрет ребенка, который попадает в больницу с тем или иным отравлением, разный. Поэтому для каждого из пациентов требуется особый подход. В силу своего возраста в большинстве случаев ребенок не понимает, где и почему он находится. А потому в реанимации на помощь приходят медсестры, которые на время становятся не только грамотными специалистами, но и второй мамой. Мы всегда с детками рядом. Не только медикаментами, как говорится, и лекарствами, но еще и словом. Потому что дети, как вы знаете, это не взрослые. Им нужно обязательно погладить, за ручку взять, успокоить. Мамы нет рядом. К сожалению, реанимация – это такое деление, где детки лежат, как правило, сами. Поэтому мы заменяем им и мам, и пап, и бабушек. Все в одном лице. Как известно, дети – это маленькие исследователи. Поэтому необходимо помнить, что вполне естественный детский познавательный интерес может привести к настоящей беде. В связи с этим профилактика детских отравлений ложится в первую очередь на плечи родителей и заботливых взрослых. Ну а если уж беда случилась, следует знать, как оказать первую помощь. Помыть, например, полость рта и выпить как можно большее количество жидкости. Ну, попробовать ребенка напоить. Непосредственно дальше там приедет скорая помощь и уже будет оказывать более специализированную экстренную помощь. И уже когда к нам дети поступают, мы оказываем такую достаточно расширенную помощь, чтобы минимизировать, либо вообще нивелировать все последствия вот этих отравлений. Если соблюдать все выше названные рекомендации, летняя пора будет самой яркой и веселой.